Экстренный вызов Олег Пособин Он вместе с оперативниками ворвался в нелегальное казино Чтобы попасть в подпольный храм азарта Оперативникам пришлось скрутить охранников Которые яростно набросились на полицейских Однако на этом сюрпризы не закончились Управляющая заведением попыталась В буквальном смысле съесть вечернюю выручку По крайней мере самые крупные купюры Зачем она пошла на столь отчаянный шаг Женщина не говорит Доброй ночи, а с вами можно пообщаться? Нет Почему? Ну потому что мы к вам в гости приехали Постойте, постойте, ответьте на вопросы Ну вот сейчас сотрудник этого казино Пытается спрятаться от нас в дамском туалете Разумеется, проходить туда мы не будем Все-таки считаем себя людьми воспитанными Но дождемся и обязательно пообщаемся с этим человеком позже Для рядовых сотрудников дурной пример оказался заразительным Чтобы избежать комментариев, они также направились в самое безопасное, по их мнению, место Какой же вы не сотрудник? Вы знаете, что там находится гардеробная, насколько я понимаю, да? Или это в автовоз? В мужской туалет-то мы можем зайти? Это вот у вас прятаться в туалете, это такая технология, да? Я вот смотрю Ваше руководство туда зашло, вы сюда А вот гости заведения камеры не испугались Они увлеченно играли в карты Даже в присутствии стражей порядка Не видя в этом ничего предосудительного Зачем покер отличается от шахмат, например? Та же самая игра, те же самые игроки, что в шахматы, что в покер зарабатывают своим интеллектом и талантом деньги Да, то есть Карпов, Каспаров, люди очень небедные И все же игру пришлось прекратить Клиенты недовольны, ведь еще предстоит объясняться, как они оказались здесь Подпольный клуб находился прямо на набережной Москвы-реки В какой-то сотне метров от Таганки Пускали сюда только своих, по рекомендации А это так называемая касса Из этого окошка выдавались принадлежности для игры Вот такие фишки Красные стоимостью 5 долларов Зеленые 25 То есть очевидно, что люди здесь играли состоятельные Сейчас полицейские ищут хозяина заведения Узнав про спецоперацию, он отключил телефон Так и не успев отдать своим сотрудникам никаких распоряжений А это, судя по всему, кабинет директора Оперативники здесь уже побывали и нашли много интересного Здесь есть различная документация В том числе, так называемая черная касса Кроме того, игральные карты А еще договоры с именем человека Который, предположительно, учредитель этого клуба А вот кассиру пришлось просидеть в туалете несколько часов Женщина вышла из своего убежища уже после ухода телеоператора Впрочем, ночь была тяжелой для всех сотрудников клуба Дональд Герой мультиков теперь запомнится им потерей работы Казино закрыли, помещение опечатали В ближайшее время всех работников игорного заведения ждут еще и допросы Олег Пособин, Дмитрий Вишкевич, Алексей Федотовский, экстренный вызов